Дамы и господа, мы продолжаем вечер профессионального бокса в Екатеринбурге. Нас ожидает 4-х раундовый бой в легком весе до 61,2 кг. Встречайте, в синий угол ринга, боец из города Санкт-Петербург, Роял Алырзаев! Итак, Роял Алырзаев против Владислава Красношейна. Первым в ринг проследует Роял Алырзаев. Вот он на ваших экранах. Две победы, одно лишь поражение у этого боксера. Представляет Санкт-Петербург. 24 года Роялу. Профессиональный дебют состоялся у него в марте этого года. В Первоуральске он победил. А проиграл по очкам даулету Даукенова, которого мы с вами видели, дорогие друзья. Это случилось 16 сентября этого года. Красноярка Линга приглашает своего соперника, представляющий город Сургут, Владислав Красношейн. Ну а теперь Владислав Красношейн. 22 года Владиславу. На весах показал 62 кг 300 г из Сургута. На его счету одна победа. Победа нокаутом. Но победа над, в общем-то, качественным соперником. Над Денисом Лашиным. Да, это была техническая досрочная победа. В своем профессиональном дебюте одержал ее тогда. У Дениса Лашина на секундочку было 6 побед, 4 поражения, 1 ничья на момент. Очень серьезный такой послужный список. Лица Лайла Затерпика. В синем углу боец из города Санкт-Петербург. Ему 24 года. Рост 176 сантиметров. Вес на взвешивании 62 килограмма 450 грамм. Профессиональный рекорд. Три боя. Две победы, одно поражение. Рояль Алирзаев. Его соперник в красном углу. Боец из города Сургут. Ему 22 года. Рост 167 сантиметров. Вес 62 килограмма 300 грамм. Профессиональный рекорд. Один бой, одна победа нокаутом. Владислав Красношин. Профессиональный рекорд Семен Стахиев. Пожали руки. Слушаем мои команды внимательно. Правила не нарушаем. Желаю удачи по углам. Ну вот, дорогие друзья, послужные списки бойцов и профайлы. Только что были на ваших экранах. Владислав Красношин против рояла Алирзаева. Крупнее смотрится, кстати говоря, роял Алирзаев. Но уже успел пропустить справа. Жесткий боковой. И ничуть не смущаясь, не менжуя, что называется. Владислав Красношин пошел вперед. Сразу же поджал Алирзаева канатом. Вот так обозначил Алирзаев джеб. Не подходи ко мне близко. Владислав. Видно, что очень серьезно настроен. Заряжен, плотно бьет. Да, бьет жестко. Не разменивается на финты какие-то. Ну и надо отметить, не летит прямолинейно очень внимательно. Он раздергивает соперника. Ну вот сейчас успел. Финты. Вот успел пару раз все-таки Алирзаев встретить жесткими боковыми ударами. Что на месте были, мне показалось, руки здесь у Владислава. Ну там до этого был четкий удар, но, видимо, Владислав неплохо держит. Раз на него эти удары не произвели эффекта никакого. Четыре раунда по три минуты запланировано в этом поединке. Вот смотрите, опять лево боковым Алирзаев встретил Красношейна все-таки. Ответ левый по корпусу от Владислава. Вот здесь будет очень важно, мне кажется, на тот фарма, кто сможет навязать именно свою дистанцию поединка. Вот на этой дистанции, средней дистанции, достаточно комфорта, хорошо себя чувствует Владислав Красношейн. И очень плотно здесь он наносит свои удары. Вот не пытается перейти в контрнаступление пока что Алирзаев, но, возможно, что-то поменяется. В следующей трехминутке, если мы до нее дойдем. Но это такая вероятность есть все же. Левый по корпусу, боковой от Красношейна. А заметь, коллега, опа, и еще один левый в челюсть. Там скользко, но тем не менее, снова по корпусу. Ох, жестко зацепил. И снова жестко зацепил Красношейн своего соперника. Потому что... Не просто Ализаеву хотел... Ну, давайте честно, гораздо габаритней смотрится. Смотрится намного он крупнее. Есть у него одно поражение в карьере, но это поражение по очкам. Вот Красношейн пока контролирует ход поединка, диктует. И заметь, коллега, практически не встречая джебом, не пытается даже стопить. Пытался в самом начале раунда это делать. Роял, но... Вот сейчас несколько раз попытался он это сделать, но очень хорошо чувствует дистанцию здесь Красношейн. Ох, жестко, жестко точно работает. Беспроблемно он проходит джеб своего соперника. Что ж, хороший первый раунд, на мой взгляд. Рискнул, рискнул, да, высказаться. Владислав Красношейн смотрелся поинтереснее в первом раунде, но... Все может поменяться, кто знает. Дождемся. Роял, зови на переднюю ручку, зови. Выдерни его на север, и правую ручку не задерживай. Правую ручку не задерживай, Роял. Сразу кидай, кидай сюда, через ручку, через бедняшку. Кидай, кидай. Хорошо? Держим. Сделение ручки, сделение передней. Второй раунд. Второй раунд, дорогие друзья. Роял ЛРЗФ против Владислава Красношейна. Формально легкий вес весовой категории до 61 килограмма 200 граммов. По факту боксеры показали вес превышающий, но возможно, как мы уже говорили, есть определенный процент, так сказать, лимит допуска. Попал по туловищу, мне сейчас показалось, да, очень неприятно попал Владислав Красношейн. Не первый раз работает Владислав. Опять-таки, видно, что боксер двурукий. Вроде бы правша, но слева очень жестко заряжает. Все время рядом, все время рядом Красношейн. Практически особо не дает дышать он сопернику. Вот сейчас взял паузу Владислав. И, по идее, нужно работать Алмарзаеву. Да, это была как раз-таки дистанция рояла Алмарзаева. Роял старается, старается встречать. Какие-то удары даже проходят, но на Владислава, по крайней мере, чисто внешне, они впечатлений не производят. Спокойно прорывается сквозь эти удары. И, что называется, делает свое дело. А именно жесткие боковые с обеих рук. Дергай, 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 через чак, через обман. Но вот здесь неплохо ответил сейчас Алмарзаев. Снова прорвался на свою дистанцию. Аперкот. Красношейн и тут же начинает расстреливать. Чуть-чуть повыше бы пробил Владислав. Было бы не сладко Алмарзаеву. Но вот насколько хватит рояла вот так сдерживать соперника, который прет как танк, абсолютно хладнокровен. И выбрасывает очень жесткие удары. Главное, точные. Главное, быстрые. С обеих рук. Все. Главное, вот молодец, правый пилот. Вот так, голый. Снизу сбоку. Вот, куда еще. Чуть-чуть правой. Курпус. Хорошо. Такой размен на средней и не ближней дистанции вот здесь мы видим. Но у меня ощущение такое, что несмотря на определенное точное попадание Алмарзаева, все же начинает так... Опасно сейчас попал роял снизу. Да, тут заигрываться Владиславу не надо. Но вот, по-моему, начинает не то, я бы не перестукивать, а пережевывать потихонечку. Красношейн соперника. Очень-очень плотно сюда. Высокий темп. Подходит на эту дистанцию. Красношейн как такой темповик и свормер при этом работает. Причем, обратите внимание, бьет не очень серийно, бьет одиночные, но достаточно часто их выбрасывает. Да. Тогда темповик. Тогда не свормер все-таки. Наверное, тут я с ДК ошибся с терминологией свормера, они как раз выбрасывают большое количество ударов. Количество сцепят, да, серийно. Здесь такая работа больше слагерская, может быть, даже. По корпусу хорошо же получается. Переводим от нового. Расслабься, расслабься. 2-3, начинаем. 2-3, 2-3, спрячь жесткий так. Он ждет, а тебя жесткий. Да, он здесь на каждой, на каждой, на каждой ферме, где, там, там, помнишь, там, 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 ну, как в этот момент. Служу бог, христики. Служу бог, христики. Третий раунд из четырех запланированных в этом поединке. Два предыдущих выдались очень зрелищными, очень интересными. Очень такими. Ух, слагерская работа от Владислава Красношейна, пожалуйста. Прекрасная атака от Владислава. Он показывает очень хорошую технику такой работы на средней и ближней дистанции. Смотрите, промазал. И насколько хорошо чувствует дистанцию вот здесь вот как раз-таки Красношейн. Да и тайминг неплохой, Владислава. Ох, как хорошо. Провалил и тут же хлестнул справа. Именно хлестнул так без акцента, просто бросил удар. Но при этом вряд ли этот удар был поглаживанием нежным, мягко говоря. Да, массажистом Владислава Красношейна язык не повернется назвать. Бьет плотно этот парень. Старается держаться на безопасной дистанции для себя. Роял Лерзая, смотрите, вспомнил он про джеб. Даже что-то где-то попадает. Но тут как тут. Быстро сокращает. Быстро сокращает, очень хорошо чувствует дистанцию, уходит и проваливает. Ух. Пытается, пытается переломить ход поединка. Роял Лерзаев. Вот взял паузу Владислав и так очень аккуратно Роял подбирается. Очень аккуратно. Мы видим, да, не рискует лишний раз. Я думаю, он понимает, что что-то готовит Владислав Красношейн. Неспроста он снизил свой такой прессинг. Каждый джеб мимо. Хорошо сейчас попал несколько раз в разрез Роял. Но этого мало пока что для того, чтобы переломить ход боя. Каждый ленивый и джеб мимо от Рояла чреват правым через руку. Жесткий. Вот, смотрите, подошел с ударами. Как коротко и остров в то же время бьет по туловищу Красношейн. Сегодня молодежь, честно говоря, радует, я вам скажу. Так, дорогие друзья. Много ярких боев. Опять удар по туловищу. Бить, 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 бить. Корпусом за черный Роял. Будьте, будьте. Ну да, рубиться с Красношейном, наверное, не стоит. Ну и смотрите, насколько искусно достаточно защищается пока корпусом Владислав Красношейн от джеба своего соперника. Не успевает Роял именно этим джебом ударом за соперником. Вроде бы Роял на ногах. Да, вроде бы двигается. Но грамотно, грамотно подходит Владислав. Мы видим, да, обрезает он углы. Умеет он пользоваться пространством ринга. Жесткий левый боковой в корпус. Левый крюк в челюсть. Вот сколько их уже было. И тоннаж имеет свойство накапливаться, дорогие друзья. Хорошо справа попадает Владислав Красношейн. Ну, перебивает он Роял Аллырзаева. Давайте называть вещи своими именами. Третий раунд закончен. Бойцы расходятся на перерыв. У нас ждет еще наш заключительный четвертый раунд. Таки да. Ждем. Бойцы расходятся на перерыв. Дамы и господа, заключительный раунд боя аплодисменты бойцам. Четвертый раунд. Поединок, в общем-то, фееричный, я бы сказал. Очень зрелищный, очень зрелищный. Тачественный. Без суеты, друзья. Включился, включился Роял Аллырзаев. А у него нет другого выбора. Какую опасную двойку сейчас пробил. Или пан, или пропал, потому что перебивает его Владислав Красношейн. И хочет, если Роял выиграть, то тут либо поймать на удар соперника, пропустив при этом несколько в ответ, либо попытаться перебоксировать, но вот... Как истинный воин пошел вперед. Роял не сдается. Да, он понимает, что, возможно, он проиграл предыдущие какие-то из раундов. Да, сопернику не сдается гордый Роял, это однозначно. Пошел в атаку сейчас. Но вот тут вот перехватывает инициативу Красношейн. Ну, на самом деле, для Владислава главное здесь работать, как работал, и не забывать про защиту. Потому что все же можно выхватить нежданчик и очень горько об этом пожалеть потом. Вот смотрите, апперкот от Аллырзаева. Роялу нужно больше и больше выбрасывать ударов. Причем не по защите желательно, а в обход защиты. Минута с лишним еще до конца поединка. Будет ли Роял обострять? Будет ли рубиться? Но вот с джеба. Джеба начинает Аллырзаев все атаки. Отмечает джебом. Красношейн, смотрите, он так. Поменял стойку даже немножко, тянет на себя он своего соперника. Да, опустил руки, провоцирует где-то. Боковой пойдет через руку. Дерни, дерни. Пожалуйста, дернул и пробил через. Минута осталась. Вот, вот. На джебе держит Красношейн Аллырзаева. Решил поработать Владислав вторым номером. Надо отметить, хорошо чувствует он соперника, да. Работа корпусом очень хорошая. Замечательно. Проваливает, уклоняется. Приятно смотреть. Без сомнений, хороший бокс показывает и Роял Аллырзаев, но... Пропускает больше. Пропускает больше. Дислав Красношейн молодец, он не пропускает лишних ударов. Заметьте, поменял стойку и два раза успел встретить с передней руки сейчас. Да, как это говорят в теннисе, не допускает невынужденных ошибок. Практически, оп, хорошо сейчас справа джеб. Да, джеб, все правильно. Концовка четвертого раунда. Ну, последний шанс для Рояла попасть и срубить, но маловероятно. Четыре раунда. Яркий поезинок. Для меня абсолютно ясно, кто выиграл, но я свое мнение придержу до объявления судейских записок. В любом случае, оба молодцы. Бой зрелищный. Бой зрелищный. Бой зрелищный. Субтитры делал DimaTorzok Уважаемые дамы и господа, перед тем, как я объявлю результат поединка, давайте еще раз поаплодируем боксерам за столь яркое зрелище, которое они нам подарили. Получилось. Получилось. Все дело. В этом поединке победу единогласным решением судей одержал Владислав Красношей. Ну что ж, поздравляем Владислава Красношейна с заслуженной победой. Он действительно молодец. Показал хороший бокс. Зрелищный, интересный, разнообразный. И огромное уважение Роялу Алирзаеву, который, как он сам выразился, сделал все, что смог. Он действительно сделал все, что смог. Показал характер и стойкость. Да, он старался. Он шел где-то вперед, где-то пытался работать на контратаках. Но не все получалось. Получалось, да. На самом деле, я хотел победить, дорогие друзья. Думаю, что вы это видели прекрасно. Наиболее яркие моменты завершившегося поединка. И мы ждем... Все, главное событие, наверное, сегодняшнего вечера. Совершенно верно. Супертяжелый вес. Два мощных парня. Два тяжа. Косен Кимбатов и Антон Дрючин очень скоро украсит этот вечер своим поединком. Ну, а пока смотрим лучшие моменты предыдущего поединка. И там было их очень много. Да. Посмотреть было на что. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok